Берни едет учиться в Беркли, или в Остин, или Эмери, и вот он приходит домой к родителям в Миннеаполисе, или Сент-Полли, или Грейт-Некки, и приводит нееврейскую подружку Бриджиту. Берни приводит Бриджиту домой, познакомиться с родителями. Он говорит, папа, мама, поздравьте нас, мы решили пожениться. Что его родители могут ему сказать? Им не хватит и 25 тысяч слов, чтобы логически объяснить ему, почему он не должен жениться на симпатичной, умной и хорошей девушке, просто потому, что она не соблюдает субботу, как и мать Берни. И что они делают? Они посылают его к храмовому раввину. Этот раввин противостоит кахану со страстью, переходящей в патологическую. Это один из величайших борцов с расизмом наших дней. Как раз в прошлую субботу он выступил с пламенной обличительной речью, направленной против резни в Южной Африке. Он также выступил со своей лучшей за десятилетия речью, где он решительно и без тени сомнения доказал, что Библия состоит из законов Шумера и Вавилона. Он один из величайших ученых нашего времени. И вот этот борец с расизмом должен объяснить Берни, почему он не должен жениться на симпатичной, умной и хорошей девушке, просто потому, что она не еврейка. Что он может сказать? Что он может сказать? Может ли этот неуч, чей главный недостаток в том, что его собрание знает еще меньше, чем он? Что он может объяснить Берни? Почему он должен быть евреем? Единственное, что он может сказать, это Берни, иудаизм, это этичная религия. Может ли быть более расистское утверждение? Католики не могут быть этичными? Протестанты не могут быть этичными? Буддисты не могут быть этичными? Атеисты не могут быть этичными? Эти раввины банкроты, все до одного. Им не хватает наглости говорить со мной. Эти люди, из-за которых процент смешанных браков в этой местности уже превысил 60%. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...